Переулок Гвардейский в промышленном районе Самары. Здесь проживают более двух десятков должников. Чтобы до них достучаться, будить, как правило, приходится соседей. Сами неплатильщики дверь открывают редко. Повязочку я вам вручаю, передаете ее данным гражданам и говорите им, чтобы они явились, иначе будут примены меры принудительного характера. Собираются должники платить или нет, выяснить так и не удалось, но судя по их поведению, финансовое бремя не сделало их менее легкомысленными. По данным управляющей компании, на ее обслуживание в промышленном районе почти 200 жилых домов. За услуги ЖКХ не платят почти 100 человек. Несмотря на маленький процент от общего числа, долг составил более миллиона рублей. Хотелось бы решить до судебного спора этот вопрос, но, к сожалению, мы были вынуждены обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности данных граждан. Пока судебные приставы лишь оставили должникам повестки. В назначенное время им придется явиться в отдел для беседы. Если и это не подействует, последуют крайние меры. В отношении данных должников, конечно, будут установлены меры принудительного взыскания задолженности. То есть будем ограничивать право выезда за пределы Российской Федерации. И если у нас не будет платежных документов, подтверждающих оплату, то, к сожалению, мы будем вынуждены начать арест имущества. Вырученные с продажи имущества деньги пойдут в счет погашения долга. Но стоит ли тянуть? Тем, у кого возникли временные финансовые трудности, в управляющей компании советуют не отсиживаться дома, а идти на переговоры. Возможно, им пойдут навстречу и предложат оплатить задолженность в рассрочку. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Продолжение следует...